Я сегодня буду краток, и после прошлой лекции я получил несколько звонков, которые касаются достаточно таких базовых вещей. Я понимаю, что для нас они такие очевидные, мы в этом живем, а для клиницистов это не всегда очевидно, поэтому я бы хотел просто показать тоже такие простые вещи, что может PET, что не может, и как это можно применять именно так. И, собственно говоря, одним из главных моментов будет, пожалуй, в этой презентации, это противостояние современных двух методов МРТ, включая DVI и PET, почему где-то одно лучше, где-то другое лучше, чтобы вы знали, какие механизмы, какие инструменты доступны, и, надеюсь, поможет это как-то применить. Да, я хочу, собственно говоря, показать, это мои любимые слайды, в чем различие между анатомической визуализацией КТ, МРТ, УЗИ и PET, то есть по сути это метаболическая визуализация. Вот живой и мертвый на МРТ можно визуализировать примерно одинаково, на КТ то же самое, живой и мертвый, пожалуйста. А вот на ПЭТе, вот, пожалуйста, симпатичный такой мозг, правда, я сделал в Южин с МРТ, чтобы было наглядней, а мертвый мы не увидим, потому что там ничего не функционирует, ничто не метаболизируется и так далее. Мы введем радиофарм препарат в вену, и он там вот вместе в введении останется. То есть мы видим функцию, метаболизм, и в этом главное отличие от всех остальных методов диагностики. И вот, собственно говоря, первый слайд, он показывает, для чего нам КТ. Уже лет, наверное, 10, а то и 15, уже немножко потерялся в этом всем. Никто не выпускает, ни один из вендоров не выпускает монопед. Я знаю, что в Москве до сих пор они стоят, но, тем не менее, настолько эффективнее все-таки этот гибридный метод мы можем получить и анатомию, причем если мы делаем КТ полноценное с контрастом, в лучшем виде анатомию, и метаболизм, и применять это друг с другом всячески. То есть в данном случае 1 плюс 1, не 2, а 2,5 на то и 3 иногда. И в частности при лимфомах, я на прошлой презентации своей рассказывал, и ну вот при мейломной болезни тоже, потому что изначально все-таки обычная радиография, обычный рентген был методом выбора. Ну и сейчас до сих пор очень активно используется, насколько я знаю, низкодозное КТ, чтобы обнаруживать очаги мейломной болезни. Так, проедем вот эту всю штуку. Ну да, два основных, как исходило из названия доклада, два основных применения есть у ПЭТ-КТ при мейломе. Первое, это первичное стадирование. По, к сожалению, не самым свежим уже данным, совсем свежего не так много, и больше такие точечные методы исследуются. Чувствительность в определении первичных очагов 85%, специфичность 92%. И почему такая невысокая чувствительность? Потому что диффузные изменения в позвоночнике и в костях таза, ПЭТ не может дифференцировать от просто реакции костного мозга на болезнь. В любом случае, при наличии заболевания и без наличия заболевания в позвоночнике и костях таза, мы можем увидеть диффузное повышение накопления радиофарм препарата там. Просто метаболические изменения. В этом главная проблема. В данном случае, да. И ПЭТ служит очень хорошим предиктором, прогностическим фактором выживаемости. Причем, обратите внимание, высокая степень накопления радиофарм препарата является прогностическим фактором вне зависимости от того, как потом отвечает на лечение миелома. То есть, вот просто это. На самом деле, все очень просто. Чем выше накопление, тем ниже дифференцировка клеток, тем злее опухоль. То есть, тут такая вот простая очень зависимость. И вот основные негативные прогностические факторы. То есть, если более трех чагов, это, собственно говоря, нагрузка опухолевая. Есть ли степень накопления SUV больше четырех. И если есть экстремидулярное распространение, но это не мне вам рассказывать. И здесь, собственно говоря, по поводу показателей зависимости выживаемости общей. Вот степень накопления, пожалуйста, количество, общая выживаемость, когда ниже четырех, когда выше четырех. Достаточно значимая разница, я полагаю. Есть два основных недостатка. Первый, о котором я говорил, это все-таки тяжело отдифференцировать диффузные поражения от просто физиологического накопления в костях таза. И низкая чувствительность определения мелких очагов. Да, КТ помогает, но далеко не всегда. Когда еще нет, то есть КТ, это рентгеновский метод, и он отвечает, он показывает изменения только когда костные балки потеряли уже 35-40% кальция. До этого, извините, далеко не всегда. В данном случае очень сильно помогает МРТ. У МРТ чувствительность выше, видны очаги меньше сантиметра. Очень четко можно дифференцировать то, что в позвоночнике и в тазу поражение от непоражения. Но есть свои недостатки. Но они, тем не менее, касаются не первичного стадирования, а больше оценки эффекта лечения. Сейчас наиболее таким простым, эффективным методом в диагностике миеломы становится МРТ-СДВАй. То есть это диффузно-извешенное изображение. Делается очень просто, быстро, на нормальных томографах в течение 7 минут. Все тело выглядит примерно как ПЭТ. Тоже такая же на белом фоне. Темные пятнышки, извините, я не привел картинку. И определяется поражение, собственно говоря, очаги очень четко видно. Можно понять, где что располагается, и видны там меньше сантиметра очаги. Очень полезная вещь. И здесь, собственно говоря, приведена таблица со всеми ссылками в определении при первичном стадировании, как показывает себя ПЭТ-КТ и так далее. Ну и, соответственно, есть работы, которые показывают, что если использовать оба метода, со всеми их недостатками и преимуществами, то будет 100%. Ну, учитывая, что сейчас и то, и то доступно вроде как по ОМС, можно попробовать поиграться, я думаю. Ну и, собственно говоря, недолго, останавливаясь на базовых вещах, самое интересное, наверное, применение ПЭТ-КТ в оценке эффективности лечения. В общем-то, самый главный смысл — ПЭТ-КТ лучше всего, в отличие от остальных методов анатомических, коррелирует с клиническими данными. МРТ, в отличие от ПЭТ, показывает много ложноположительных результатов, примитивно потому, что медленнее отвечают, собственно говоря, анатомические изменения происходят намного медленнее, чем физиологические, чем метаболические. Ну и, кроме того, я думаю, вы знаете, что даже при полном клиническом ответе сами образования в костях могут оставаться годами. Ну и мы, собственно говоря, тоже наблюдаем, причем иногда случайно обнаруживается, допустим, человек давно переболел, вроде как в хорошей ремиссии, и мы при каком-то еще онкологическом заболевании видим, а там мейлома была. Потом уже, когда поднимаем документы, иногда не предоставляется это, или у пациента спрашиваем, оказывается, действительно было. Здесь, извините, очень мелкая таблица, но, тем не менее, сразу могу сказать, что ПЭТ-КТ показывает очень хорошее преимущество и очень хорошую корреляцию именно с клиническими данными. Есть, как это так, куда-то пропадает картинка, не хочет показываться. Там как раз сравнение рентгенологической картинки, ПЭТ-КТ изображений и МРТ, на МРТ после лечения, до и после лечения примерно одинаковая картина, на ПЭТ все исчезает. Но я тут хочу сказать, один есть момент. Не всегда полный метаболический ответ демонстрируется при полном клиническом ответе. Хитрость в том, что происходит репарация, репаративные процессы в костном мозге, они тоже метаболически активны. Поэтому, в общем-то, здесь остается такой сомнительный момент, когда мы пишем неполный метаболический ответ. Ну и еще парочка слайдов для красоты. Я сразу признаюсь, это не наши слайды. Почему, скажу чуть позже. Здесь множественные очаги поражения. И поплеври в легком, и в клетчатке паралинальной. Затем было проведено лечение, в том числе лучевая терапия. Кто так лечил? Это откуда-то из зарубежных статей. Извините, я не привел ссылки. Да. И, собственно говоря, может быть, вы и правы, потому что эффективность, как видите, вообще нулевая. Произошло прогрессирование. Подождите, мы сегодня положительно говорим о проблении на видео. Извините. Тем не менее, вот такие огромные очаги остались. И один из самых интересных моментов применения ПЭТ-КТ, ну, по крайней мере, по литературе, это, опять же, прогнозирование эффекта от трансплантации стволовых клеток после подготовительной терапии. Здесь тоже кривая по выживаемости, насколько люди выживают после стопроцентного ответа на лечение после двух курсов подготовительной терапии. И если нету полного ответа метаболического, они выживают значительно меньше. То есть эффективность, предсказывать можно эффективность от трансплантации таким образом. Все зависит от ответа. Но я хотел бы подчеркнуть, и в прошлый раз я говорил об этом, и сейчас скажу. Необходимо делать все-таки два исследования до начала лечения и по окончанию лечения. Иначе мы не можем сравнить их. Как я уже сказал, у ПЭТ есть свои недостатки. Мы не всегда все видим. Если на первом исследовании мы ничего не видели, соответственно, проводить второе, в общем-то, бесполезно. И если мы не провели первое, то проводим второе, ничего не видим. Но это не означает, что там ничего, не означает, что это полный метаболический ответ. Потому что на первом точно так же могло быть ничего не видно. Поэтому я подчеркиваю еще раз, всегда ПЭТ в гематологии – это до начала лечения и по окончанию, или там при лимфомах в промежутках. Продолжение следует...